Давайте начнем с историей Шкода. История Шкода Моторспорта очень long and full of success. Я бы хотел первым показать, что в 1930-х, когда Шкода победила Монте-Карло Рели с Шкода Популар. Ранее новая Шкода Октавия РС выглядит практически так же, как и ранее представленная гибридная версия РС i-V, за исключением отсутствующего лючка на переднем крыле для подзарядки. В оснащении бензиновой Октавия РС будет находиться двухлитровый турбомотор ТС-Ай, который выдает 245 л.с. и 370 Нм крутящего момента. В паре с бензиновым двигателем будет работать шестискоростная механическая коробка переключения передач, ну или семискоростной робот DSG, а также исключительно передний привод. До скорости 100 км в час такой автомобиль разгоняется за 6,7 секунды, а его максималка составляет 250 км в час. В дизельном исполнении новая Шкода Октавия РС получит двухлитровый агрегат TDI мощностью 200 л.с. и 400 Нм максимального крутящего момента. Это самый производительный дизельный мотор, который когда-либо ставился на данную модель. В базовом оснащении такой модификации положен передний привод, но за доплату можно заказать и систему полного привода. Также дизельная Октавия РС комплектуется только роботизированной трансмиссией DSG. С полным приводом такой автомобиль способен набрать первую сотню за 6,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 243 км в час. Все указанные версии новой Шкоды Октавия РС поставляются с прогрессивным рулевым управлением и спортивной подвеской, имеющей многорычажную заднюю установку. За дополнительную плату будет доступна опциональная электронная адаптивная подвеска с динамическим управлением шасси. В салоне новой Октавия РС можно найти цифровую приборную панель и более крупный экран медиасистемы со специальной графикой. Также для отделки интерьера использовали алькантару и элементы, выполненные из углепластика. Кроме того, новинка получит стандартную центральную подушку безопасности, первую для Шкода, специальные 18-ти и 19-ти дюймовые колеса, эксклюзивные светодиодные противотуманные фары и черные внешние акценты. После представления модификации РС, Скаут и Джитек, единственной версией, которая пока отсутствует в линейке новой Октавии, является Лауренен Клемен, дебют которых состоится чуть позже. Это была видео-версия сайта Тронтас Ньюс, будьте в курсе новостей.